Если бы мы с вами решили провести опрос на улице о предметах и специальностях, изучаемых сейчас в университетах, то большинство прохожих назвали бы нам математические специальности, экономику, филологию, юриспруденцию, медицину. Все достаточно логично, привычно нам и немного скучновато. Однако в мире существуют и не такие обычные специальности, а студенты, которые обучаются на этих специализациях, потом становятся чуть ли не единственными специалистами в своей стране в этой области, а может даже и в целом мире. Особенностью выпускников этих программ становится то, что они изучали достаточно нетипичный набор предметов, который также является востребованным. С вами Егор Еремеев и сегодня говорим о самых необычных предметах и специальностях, изучаемых в университетах. Канада Наверняка вы уже знаете о том, что Канада стала второй страной в мире и первой страной большой семерки, полностью легализовавшей каннабис для его использования в лечебных целях. Отныне всем гражданам Канады старше 18 лет можно покупать, продавать, хранить и даже выращивать марихуану у себя дома. Поэтому для кого не является совсем уж странным обучение по выращиванию каннапли, так это для канадцев. Но это может вызвать удивление и вопросы представителей других стран. В Канадском государственном политехе Квантлен в Ванкувере имеется 14-недельный курс по теме выращивания и продажи медицинской марихуаны. Стоимость такого курса 1300 долларов и обучают на нем тому, как это все делать правильно, а главное легально. Более того, вы можете выбрать направление обучения, выращивание каннапли, юридические аспекты по продаже, маркетинг, процесс разработки лекарственных препаратов. Все выпускники данного курса могут получить лицензии, которые позволят им использовать марихуану на законных основаниях в целях медицинского бизнеса. Я представляю удивление вашей классной руководительнице, если бы она узнала, что вы начали изучать, как выращивать каннаплю. Сандайл Гроверс Выращивание и продажа марихуаны, то, ребята, ссылочка в описании к данному видео, там вы найдете описание данного университета и, естественно, сам курс. Давайте с вами немножечко вернемся в детстве. Помните, как мы фантазировали и представляли себя героями каких-нибудь сказок, фантастических миров? Сейчас появились Гарри Поттеры. Представьте, как было бы круто, если бы в школе у детей была возможность изучать какие-то меры, магию. Некоторые из нас и так, я думаю, практикуют заклинания. Ну, а другие ждут ответа на письма Деду Морозу или открытку из Хогвартса. Ну, и, конечно, она должна быть доставлена почтой России. Дармский университет в Британии, один, кстати, из лидирующих, дает возможность своим студентам почувствовать себя максимально близкими к миру Гарри Поттера. Студенты могут выбрать курс, который называется «Гарри Поттер и эпоха иллюзий». Зелеварение и искусство темных сил, к сожалению, ну или к счастью, студентам изучать не придется. Но заклинания – да, поскольку они являются профессиональной лексикой главных героев. Помимо всего прочего, студенты будут изучать историю о Гарри Поттере в несколько необычных для этой книги контекстах – социальном, культурном и образовательном. Кстати, в университете появилась даже идея собрать целую сборную по квиддичу, которая представляла бы данный университет на соревнованиях. То есть у них там не одна сборная оказывается. И да, ребята, соревнования по квиддичу, оказывается, уже есть. Только, ребята, летать вам там не придется. Квиддич в мире маглов представляет собой обычный футбол с метлами. Здесь, кстати, тоже некоторым, возможно, покажется странным вся эта тема с изучением Гарри Поттера. Но на самом деле это очень крупная индустрия. И тот, кто катался по заграницам, тот, скорее всего, знает и видел, сколько магазинов посвящено Гарри Поттеру. И его, конечно же, друзьям, магии и всей этой прочей заварухе. Это, конечно же, гигантский бизнес, который требует большого количества сотрудников и работников. Я, кстати, рекомендую вам посмотреть мое видео из города Йорк. Он же северная столица Великобритании. Я поставлю ссылочку в описании к данному видео. Там я делаю обзор на колледж Королевой Толбурги. Он же Куинтлбургас колледж. И гуляю по самому Йорку. Чем примечательен город? Там как раз и находится одна из улиц, где снимали Гарри Поттера. Там же находится, естественно, и магазин со всеми товарчиками и прочей вот этой вот темой. Улица одна из старейших в мире. Ссылочка в описании к данному видео. Ребята, уверен, будет интересно. Убираем от экранов детей и зажаем взрослых. Потому что следующая тема пойдет о еде и вине. В университете Сан-Рафаэле в Милане есть три факультета. Медицинский, психологический и философский. На последнем в аспирантуре как раз и изучается искусство виноделия и культура еды. Как вам идея поступить в один из самых ведущих итальянских вузов в области медицины и стать при этом доктором винных наук? Вот уж у какого врача точно не будет отбоя от пациентов. А в университете Аппалачи в Северной Каролине тоже есть возможность обучиться некому винному ремеслу. А точнее стать специалистом по брожению. Студенты данного курса изучают такие предметы, как степень ферментации продукта при приготовлении пива и вина. А также сочетают теорию с практикой. Разрабатывают свои собственные рецепты и изучают воздействие продуктов брожения на человеческий организм. Среди предметов есть такие, как теория и анализ пивоварения, виноградство, проектирование и выращивание. В Калифорнии, если вы не знали, производится 80% всего вина, производимого в Америке. Если вам интересна вся эта тема, заходите ко мне на второй канал о путешествиях Егора Еремеев. Там куча выпусков из Америки и, конечно же, из виноделина. А было ли у вас так, что, будучи студентом, ну, если вы были студентом, нужно было готовиться к сессиям или к экзаменам? Но вас почему-то больше тянуло на то, чтобы посмотреть какой-нибудь фильмец или сериальчик. Меня вот лично постоянно тянуло на какие-нибудь сериалы. А представьте, как было бы круто, если бы вам приходилось сдавать экзамены именно по просмотренным фильмам и сериалам. Можете себе такое представить? Я вот не представлял. А вот в Огайо, в университете Bowling Green, есть возможность изучать деятельность звезд, их стиль и гардероб. А студенты данного курса смотрят телевизор, ходят по музеям, в кино, постоянно тусуются в кругах со звездами, моделями, читают глянцевые журналы, а потом становятся пиарщиками и другими представителями масс-медиа. Среди дисциплин, которые вы можете выбрать, есть такие, как введение в популярное кино и вы, как часть поп-культуры. А теперь внимание математикам. Если вы тот математик, который еще имеет и ту самую коммерческую жилку, то вот этот пункт и специальность для вас. Есть такая область, оперативное принятие решений в бизнес-среде на основе математических моделей и аналитических рассуждений. Университет Bloomington в Индиане представляет такую прекрасную возможность. Выпускники данной специальности работают с бизнесменами, консультируют и помогают им принимать наиболее подходящие стратегические решения в их бизнесе и, естественно, компании. А сейчас отойдем от математиков и технорей и подойдем к литературоведам. Вы, наверное, слышали о так называемых пушкинистах. А могли бы вы себе представить так называемых битлонистов? Не путать с биатлонистами. Так называемые битлонисты, они разбираются в истории группы Битлз и, естественно, музыке этой группы. В университете Ливерпуля в Великобритании есть программа The Beatles – музыка и общество. На этой программе студенты изучают влияние группы Битлз на мировую музыкальную культуру. И, как ранее я уже говорил про Гарри Поттера, что это целая огромная индустрия, также и битлы. Так, а следующий предмет, специальность, профессия, относится, пожалуй, к аристократам и богатеям. Разберем немножко аукционы и где их можно изучать. На самом деле, в нашей стране аукционы не очень популярны. Ломбарды, да, присутствуют, но не аукционы. А за границей, ну, к примеру, мы возьмем Великобританию или Америку. Аукционы – это очень популярная штука. Есть даже отдельные передачи на местных телеканалах, которые разбирают различного рода аукционы. На аукционах продают абсолютно все. Поэтому, хоть я и сказал, что это тема для аристократов и богачей, на самом деле это абсолютно не так. Потому что на аукционах продаются даже различные мелкие безделушки. Также на аукционах вы можете купить хоть дом на колесах. Если вы вообще не разбираетесь в аукционах и не понимаете, как заработать на это деньги, далеки от всего этого дела, посмотрите просто на аукцион Кристис. Это известнейший арт-аукцион Великобритании. И его суммарный оборот составляет более 6 миллиардов долларов. И, конечно же, раз есть такие обороты, то есть соответствующий спрос на специалистов. И, конечно же, существуют отдельные специальности. Так, например, в колледже Гаррисберга в Пенсильвании учат, как полноценно организовать свой аукцион. Аукцион от мала до велика. Здесь студентов учат искать экспонаты, правильно оценивать их. Ну, принесли вам картину, как отличить фальшивку от оригинала. Мы с вами вряд ли сможем. А вот профессионал и выпускник данного курса сможет точно. Отыскал, оценил, а потом нужно организовать аукцион и продать этот арт-объект. Здесь вы этому научитесь. Но дальше отправляемся в Италию. Если вы хотя бы раз в жизни были в Италии, то, безусловно, отметили насыщенные яркие вкусы джелато. Итальянского мороженого. Каприджани джелато университи дает уникальную возможность всем желающим стать мороженоделателями. Ну, или мороженопроизводителями. В общем, как назвать человека, который делает самое крутое мороженое в мире? Каприджани джелато университи был основан в 2003 году с целью распространения культуры итальянского мороженого в мире. В настоящее время он является мировым лидером в формировании новых мастеров мороженого и имеет более 15 кампусов по всему миру. В этом университете уделяют внимание таким вещам, как изготовление мороженого для ресторанов, обращение с машиной для мороженого, рецепты Семифреда и другие десерты. А следующий курс понравится любителям Малдора, Скалли и секретных материалов. Если раньше для того, чтобы изучать пришельцев НЛО и паранормальные явления, приходилось обучаться физике и каким-то смежным наукам, знать много о Вселенной, то теперь есть возможность изучать непосредственно уфологию и паранормальные явления в университете Чили де Сантьяго. Курсы по паранормальным явлениям открыты с 2005 года и на сегодняшний день этот вуз единственный в мире, где выпускники имеют специализацию по НЛО. А этот курс, пожалуй, мой любимый. Меня часто спрашивают, Егор, а как ты так много путешествуешь? Откуда на все это дело деньги? Так вот, именно про это этот самый курс. Я говорю о менеджере по организации туристических поездок. Другими словами, менеджер приключенческого туризма. Россия – страна, которая, пожалуй, одна из самых недооцененных в сфере туризма. Еще до пандемии вся эта тема у нас была, конечно же, развита, но не так мощно, как за границей. Когда закрылись границы, то наш туризм вырос процентов на 80. Это отмечают многие люди, кто работает в этой сфере. Помимо этого, конечно, есть крупные компании в сфере туризма, о которых многие из нас знают. Но есть также и очень успешные частники, которые занимаются так называемыми бутиковыми турами или турами под ключ. Сейчас огромное количество разного рода людей в определенных точках, готовых быть вашим гидом в местность, скажем так. Вот как раз таки это и есть организация приключенческого туризма. Но только пока в зачаточном уровне. Еще одна страна, очень похожая нашей по климату и по своим пейзажам – это Канада. Огромное количество озер, гор и лесов. И в университете Thompson Rivers University в Канаде вы можете изучать данную специальность. Посмотреть университет подробно и задать вопросы по этому университету консультантам вы можете по ссылочке в описании к данному видео. Переходите, посмотрите. Студенты здесь изучают вопросы планирования экспедиции, сертификации, как оказывать первую помощь, лидерство и построение команды. Таким образом, выпускники программы становятся специалистами сразу же в нескольких областях. Экстремальные виды спорта, сферы гостеприимства и управления бизнесом. Если вам понравилось данное видео, ставьте ему лайки, пишите в комментариях, если тема интересна. И больше записывать подобного рода роликах я буду подбирать для вас определенные специальности, учебные заведения, где их можно изучать. Все, чего вам не расскажут в ваших школах и университетах. Субтитры создавал DimaTorzok